Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Люди стали бояться друг друга, чтобы не заразиться. Как остаться человеком при пандемии? Прежде всего, мы должны помнить, если мы христиане, то мы должны ориентироваться на Слово Христово. Господь нам дал множество заповедей, но тем не менее, большая заповедь — это заповедь любви. Возлюбие Бога всем сердцем, все мысли, всем помышлением, ближнего своего возлюбие, как самого себя. И Господь еще в другом месте дает уточнение, а нет больше той любви, как кто положит душу свою за други своя. И сам Господь на кресте собственно это и проявил, показал, как он любит человечество, как он любит каждого человека, как он за каждого человека готов умереть. Поэтому, если ты во время пандемии умираешь ради ближнего, ради его пользы, ради того, чтобы он жил, ради того, чтобы он жил лучше, жил здоровее, то ничего страшного нет, замечательно. Это та самая любовь, что уподобился Христу, ты унаследовал Царствие Небесное. Именно поэтому для нас так важно, что врачи самоотверженно трудятся, что продавцы сидят в магазинах, и тоже мимо них толпы людей проходят. Да, мы-то зашли в магазин, и то, может, мы соприкоснулись, но в этот момент было в магазине, ну, 10, ну, 20 человек. А мимо продавца там 100, 200, 300 человек в день проходят. Тоже как он рискует, но тем не менее. И так далее. Священник, волонтер, и все, кто сейчас трудится и контактирует с людьми, уже хотелось бы этого, не хотелось бы, а надо. Потому что надо поступать по любви. И даже если по этой любви приходится, не дай Бог, умереть, ну, или как минимум заболеть, но, в принципе, уже Господь говорит, ничего страшного. То, что тело убивает, а душу не убивает, этого бояться не нужно. Более того, нам апостол Павел, который все-таки ничего нового не добавляет к словам Христа. Он дает некоторую конкретику в своих апостольских посланиях, и уже вот это понимание заповеди любви, как ее конкретно применить. Апостол Павел говорит и объясняет на пальцах, когда пишет послание Галат. Галаты — это такое племя достаточно дикое, которое уже на протяжении столетий жило на территории Малой Азии в окружении более высококультурно развитых греческих и греко-культурных, но другого народа полисов, и где люди как-то вот, может, были более философски подкованы, более начитаны. А апостол Павел Галатов даже им говорит, о, несмысленные Галаты. И вот Галатам и всем нам, чтобы вот было проще, чтобы никаких двойных толкований не было, апостол Павел в шестой главе говорит во втором стихе, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ты во время пандемии, как, впрочем, и в любое другое время, но сейчас во время пандемии, во время пандемии ты должен думать не о себе, а о ближнем, как ему помочь. Причем в том числе надо начинать с того, а как я могу помочь ближним, например, я могу остаться дома, я могу пойти ни на кого там не подышать, я могу быть пассивным носителем и я кому-то могу навредить. То есть на этом надо сосредоточиться, как бы я не навредил кому-то или нет. Ой, есть риск, да, может я выйду и на кого-то надышу, но все равно надо пойти, доставка продуктов через две недели, а человек пожилой ему выходить нельзя, или человек на карантине ему выходить нельзя, и надо пойти ему помочь. Ты идешь, собираешься, одеваешься, там надеваешь масочку, идешь, покупаешь лекарства, какие-то продукты тоже приносишь своему близкому, пожилому человеку или дальнему, дальнему тебе по крови, но ближнему, потому что каждый человек для нас должен быть ближним человеку. И в этот момент ты беспокоишься именно о том, как бы без твоей помощи человеку было неплохо, как бы ему это не навредило. Потому что нужно носить бремена, если каждый начнет носить бремена друг другу, то конечно царство небесное на земле настанет. Но увы и каждый человек не может всегда носить бремена друг друга, поэтому тоже надо взвешивать свои какие-то силы и взвешивать какие-то запросы окружающих людей ну несовершенному и не может каждый человек увы это делать кто-то наоборот старается не о другом подумать о себе ой как бы лишь бы я не заразился или ой нет мне все равно что я дрожусь но как мне неудобно что мне там не удается там сейчас пойти погулять там в кино сходить по магазинам пробежаться какие-нибудь одежки прикупить и так далее нет если ты начинаешь думать не о себе то ты уже автоматически начинаешь думать о ближнем и тогда ты о ближнем позабочишься и проявишь ему любовь поэтому конечно в момент пандемии когда ты очутился в четырех стенах то тут много мысли о себе есть но лучше тут как раз их направить на свои недостатки души или на ее сильные стороны на развитие на чтение в том числе чтение священного писания на молитву на чтение художественной литературы и так далее то есть просто да и чтобы сосредоточиться и в чем-то возрасти духовно и просто чтобы отвлечься но когда ты взаимодействуешь с окружающим миром и с ближним то ты должен действовать в его интересах если ты будешь действовать в интересах то никакой страх тебе не страшен ты останешься не только человеком но ты станешь человеком который хоть немножко похож на самого христа